Ну что, друзья, пора заняться инвестициями. Дело в том, что в последнем видео я показывал вам, что я получил дивиденды достаточно большие. И на скриншоте было явно видно, что я тут же перевел их на брокерский счет, потому что на брокерском счете у меня совсем мало денег. Еще там всего меньше 2 миллионов рублей. И что делать с этими деньгами, во-первых. Во-вторых, то же самое получилось с портфелем сына, про который я рассказывал. И у сына портфель на Тинькове. Портфель у сына очень маленький пока. Там было 27 тысяч рублей. И вот сейчас, сегодня я расскажу, что я сделал сначала с портфелем сыном, а потом будем думать уже, куда инвестировать вот те деньги, которые у меня пришли дивиденды. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, честно говоря, вот все началось с портфеля сына. Дело в том, что, ну, сын недавно работал на практике. Он там заработал какие-то денежки, 5 тысяч он истратил там, очки купил себе. А остальные решил инвестировать там 10 тысяч 500 рублей. И, ну, сначала у него там они лежали на карточке достаточно долго. Но тут вот внезапно я посмотрю, у меня, честно говоря, немножечко совесть мучает, потому что я ему рекомендовал акции, которые купить портфель. Вот сейчас вы его увидите. Сейчас я вам его показываю. Вот, на 27 тысяч я распределил его. Там вроде бы все нормально, но... У меня... Да, и практически все эти акции выросли, но упал Аэрофлот. Сейчас он уже немножечко... Да, нет, все-таки он у меня в упадке. И все остальные выросли, причем Мессис у него очень-очень хорошо вырос. Но, к сожалению, одна компания, конкретно Акадия Фармацевтиклс, очень здорово упала. И за счет этого весь портфель у него минус 1000 рублей и так держался. Давайте посмотрим на Акадия Фармацевтиклс. Вот, в принципе, компания очень хорошая. Это фармацевтическая компания, которая разрабатывает новые виды лекарства, очень редкие. И для лечения очень редких заболеваний, в частности, ну, типа что-то болезни Альцгеймера, что-то такое. Вот, и готовилось к выпуску новое лекарство. И уже фаза 3 прошла, и лекарство уже используется, показывает очень хорошие результаты. Но компания подает заявку в FDI, Federal Drug Administration, это американская компания, которая утверждает лекарства к применению массовому. И ничего не предвещало беды. Отчет был подан, третья фаза испытаний. И в надежде на резкий рост, потому что вот оно, лекарство, совершенно шикарное, будет продаваться. В надежде на резкий рост после одобрения я купил эти акции. Но FDI без всяких комментариев сказала, что требуется немножечко что-то доработать, а что непонятно. Вот, и поэтому в марте месяце, числа 10 марта, эти акции грохнулись в цене. Причем здорово грохнулись, надо сказать. Они грохнулись с 45 буквально долларов за штуку до 23. То есть на 40% они грохнулись. И дальше они потихонечку еще опускались, потом вышел отчет. Ну, так сказать, понятно, что ничего хорошего, значит, не произошло. И еще хуже, значит, грохнулись. И, значит, они долгое время были на минимуме. И время уже прошло. Сейчас вот май заканчивается. И есть надежда, что все эти проблемы решатся. Вот, и, значит, смотрите. Ну, вы знаете, я ездил недавно в Нижний Новгород. Я ездил со своим коллегой. И я ему рассказал вот про эту ситуацию. И сказал, что вот там акции Acadia Pharmaceuticals очень сильно упали. Он говорит, а я как раз думаю, чтобы закупить свой портфель, и давай-ка я, наверное, их закуплю. Вот. И, ну, он записал название компании. Потом, значит, когда мы приехали в отель, он посмотрел по интернету. Говорит, слушай, там вроде перспектива нормальная. Я их хочу купить, эти акции. Ну, хочет и хочет. А потом я подумал, а что это он хочет, а я не хочу. Поэтому я решил, да, он купил в пятницу эти акции, когда мы ехали вечером. И, что удивительно, в понедельник они уже выросли на полтора процента. То есть, начался рост. Ну, они упали уже ниже некуда. Вроде бы, как бы, должны расти, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, эти акции... Ну, то есть, есть надежда, что комиссия утвердится. Если они вырастут, то есть надежда, что они вырастут там чуть ли не в два раза. И я позвонил сыну, говорю, слушай, тут Акадия Фармацевтикалс, кажется, начала расти. Давай-ка мы усреднимся и, скорее всего, все отбарабаним свое. Поэтому сын тут же перевел денежки. Я тут же купил на них акции. Ну, надо сказать, что они подросли, но пока не сильно. Вот так. Так, то есть, мы с ним купили их по 22 доллара за штуку. Сейчас 22.34. Ну, как бы, никто и не ожидал. Ожидается, что где-то, ну, июль-август, может быть, они скакнут вверх. Дело в том, что фармацевтические компании, такая штука, вот у них акции, значит, так вот, внизу-внизу, потом бам-с, вверх в два раза могут. А могут и вниз, как вы видите. Вот, ну, вниз они упали, так что, ну, просто вот такие соображения простые, что, вероятно, они пойдут в рост. Давайте посмотрим, что говорит Тинькофф по поводу Акадия Фармацевтикалс. Значит, обзор, пульсы, прогнозы и так далее. Ну, вот такая стоимость. Да, просто на все эти деньги, которые Кирилл добавил, я и прикупил Акадия Фармацевтикалс. То есть, у него была одна акция, стало 8. То есть, 7 штук я купил, потому что я сказал, что как подрастут эти 7 штук, мы компенсируем все убытки, которые были, а потом уже будем распределять портфель. Вот такие мысли были. Вот, ну, что по прогнозам, давайте посмотрим. Вот, разные аналитики. Конокорд, Genuity, покупать. Морган Стэнли, покупать. Кентор, Фиджеральд, покупать. RBC Capital, покупать. Ну, как бы, и здесь по прогнозу. 27,63 диапазон, это средний. Вот, Конокорд, Genuity, 27 долларов. Морган Стэнли, 29 прогнозирует. Кентер, Фиджеральд, 33. И RBC Capital, 63 доллара за штуку. То есть, ну, по максимальному прогнозу они вырастут там на 181%, но, как бы, вырастут и вырастут. Короче говоря, я решил для сына купить эти акции 7 штук. Ну, а потом, когда я уже получил дивиденды, недавно тоже перевел, я решил, что на своем счете я тоже что-то сделаю. Но у меня фармацевтические компании, в общем-то, так сказать, там были хорошо представлены. И среди этих фармацевтических компаний также... Там не было Acadia Pharmaceuticals, там были совсем другие компании. Сейчас я попытаюсь вам их показать. Дело в том, что у меня счет-то совсем другой уже. Вот. Поэтому... Поэтому... На этом счете денег там сильно больше, там 600 или 700 тысяч, я уже, как бы, сейчас точно не могу сказать. Вот. Но давайте посмотрим здесь. Здесь среди фармацевтических компаний были... У меня была компания Pfizer, была компания Ellie Lilly. И они здорово... Ну, Pfizer компания сначала очень здорово упала, там делилась она, потом, значит, поднялась немножечко. Сейчас она вернула все свои деньги, во-первых, сказать, ну, мне все свои... Все вложенные деньги, во-первых. Во-вторых, она регулярно платила дивиденды. Но... Что с компанией Ellie Lilly? Ну, они работают достаточно в тесном контакте. Дело в том, что компания Ellie Lilly занимается не только, как бы, не столько проектированием или, там, изобретением новых лекарств, но и их производством и уже применением Ellie Lilly. Выросла за прошедшее время очень даже неплохо. И я решил, что, в общем-то... Ну, в фармацевтической индустрии у меня еще было Alexion Pharmaceuticals, которая не выросла пока. У меня после раздела Pfizer получился Beatrice, совершенно бесплатно одна акция, и она немножечко упала. Вот, такая у меня ситуация. Поэтому, ну, фармацевтическая, так сказать, как бы, отрасль у меня была представлена очень широко. При этом я решил ее сократить. То есть, Pfizer я решил... Ну, она, так сказать, падала, потом росла, росла, так сказать, доросла до уровня, так сказать, безубытка. И я решил избавиться немножечко от Pfizer. И Ellie Lilly, которая очень сильно вырос, я тоже решил продать, потому что она прибыль уже дала. А вот те, которые еще не дали, я решил докупить. Вот. Ну, у меня есть Reata Pharmaceuticals, вот она. Я, как бы, ее пока не докупал, я еще не знаю. Есть Alexion Pharmaceuticals, тоже очень хорошая компания. Я ее пока не докупал, потому что, ну, вот, 353 доллара. Ну, а вот эти компании, значит, я продал Pfizer и Ellie Lilly, и вместо них купил на 603 доллара пока Acadia Pharmaceuticals, которая дает очень хорошие результаты. Пока я еще не решил, сколько и чего докупить. Ну, я думаю, что здесь тоже я Acadia Pharmaceuticals докуплю еще немножко. Вот. У меня их не было вообще. Насколько я помню, Acadia Pharmaceuticals здесь я их купил. Давайте посмотрим, где я их купил. Прогнозы аналитиков держать. В открытии, в отличие от Тинькова, не покупать, а держать. Смотрите, держать 60%, покупать 35%. 27 штук стоимость позиции. Да, средняя цена открытия позиции 21,54 у меня. И она уже прибавила 3,71%. То есть сейчас 21,60, она немножечко уже подросла. Вот что я хочу сказать. Где-то вот здесь я ее купил, она уже немножечко подросла. То есть она начинает расти. И, ну, завтра я буду смотреть на эту компанию более внимательно. А куда деть остальные деньги, как переформатировать портфель, я буду думать. Дело в том, что когда мы, когда наступает время для того, чтобы сделать ребалансировку портфеля. Ну, когда какие-то акции сильно выросли, какие-то уменьшились. То есть доля каких-то акций увеличилась, доля каких-то уменьшилась, и портфель надо ребалансировать. Это первый случай, когда надо делать ребалансировку портфеля. А второй вариант, когда мы вносим деньги туда, и появляются, ну, как бы, свободные денежные средства, которые надо распределить по областям. Этим я буду заниматься, наверное, завтра. Об этом я расскажу. То же самое касается портфель 100 тысяч рублей. Нет, портфель 100 тысяч рублей там никакой ребалансировки не будет, потому что там ничего не добавлялось. Он на ИИСе. Вот свой портфель я буду делать какую-то ребалансировочку. Я буду его пересматривать. Вот такие соображения. Но пока сегодня про Acadia Pharmaceuticals. Да, я смотрел, значит, Acadia Pharmaceuticals вот здесь, на Финвизе. Смотрите, вот он, ну, тот же самый график. Это уже с сентября месяца. Вот там, где вот он в марте месяце упали, в связи с тем, что я сказал уже, и так далее. Давайте смотрим, что тут у нас по прогнозам. Ну, вот здесь прогнозы у нас 20-21 год. Март, 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 апрель, апрель, апрель. Значит, даунгрейд, даунгрейд, то есть прогнозы ухудшаются. Что, значит, по новостям здесь. А по новостям здесь пытаются юристы оспорить, сказать, что, блин, компания не предупредила акционеров о том, что есть какие-то существенные изъяны в их лекарстве, в их представленных документах. Я почитал эти статьи, ну, юристы суетятся, они, адвокаты, хотят заработать денег. Ничего они не доказали. Вот, то есть компания чиста, компания работает, компания действительно честно подавала заявку на регистрацию лекарства. И почему-то компания не может объяснить, но она в этом не виновата. Ничего она от shareholders, от акционеров не утаила. То есть компания очень хорошая, лекарство по-прежнему очень хорошее. И я надеюсь на рост. И если рост будет, то, ну, как бы компании уже падать некуда. И, как говорит Тинькофф, она может вырасти вот либо здесь, вот до 27 долларов, а кто-то говорит, что и до 36 долларов вот сюда вырастет, вот до этих уровней, вот до этих уровней. Ну, а кто-то говорит, что и выше 60 вырастет, потому что бабахнет это лекарство. Лекарство очень перспективно. И болезнь очень редкая, такого лекарства нет, оно будет уникально, оно бабахнет. Вот такие соображения. Пока я еще не знаю, сколько я вложу, но об этом, может быть, я расскажу попозже. А может быть и нет, если попросите. Ну, а на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.